Доброе утро, мои дорогие друзья и зрители моего канала. Я буду разговаривать немного потихоньку, потому что у нас еще раннее утро и мои еще спят. Встала я пораньше, буду сейчас готовить завтрак. У нас сегодня запланировано много дел, и одной из них мы поедем на строительный двор, будем закупать строительный материал. Возобновляется наша стройка на втором этаже, а делать мы там будем межкомнатные перегородки. Поэтому, если вам интересно, подписывайтесь на канал. Впереди будет много интересного, как мы это все будем делать. Делаем мы всегда все сами по возможности. Если что-то у нас не получается, то мы уже, соответственно, нанимаем людей. Если мы это не знаем, если мы первый раз с этим сталкиваемся, поэтому, конечно же, мы нанимаем уже профессионалов. Но то, что нам под силу, то, что мы можем делать сами, мы это делаем сами. Поэтому, ребята, я сейчас иду готовить завтрак, и попозже возьму вас на закупку. Приготовила мини-пиццы, такие вот с колбаской, с помидорами и с перчиком. Также сделала дюруны. Каждый их называет по-разному, да, драники, картофельные. Я называю их дюруны. И приготовила такие вот вафли кабачковые с сыром и сосисками внутри. Поэтому мы отправляемся завтракать. Всем приятного аппетита! А мы уже позавтракали и отправляемся на закупку. А этот о чем? Две тысячи уже. Пока супруг стоит на кассе, рассчитывается, я решила немного поснимать. Вот так вот выглядит этот рынок. Он состоит из огромного количества контейнеров, где располагается тот или иной строительный материал, все, что вам нужно. А мы купили вот такие металлические профиля и гипсокартон. Сейчас идет погрузка нашего материала. Супруг отправится вместе на этой машине. А я потихонечку пойду к автобусной остановке и поеду следом за ними на автобусе. Вернулись домой, пообедали. Сейчас я хочу приготовить ужин для того, чтобы помогать супругу поднимать материалы наверх. На ужину сегодня будет жаркое, запеченное в горшочках. Нам понадобится мясо, картофель, лук и морковь. Мясо у меня уже разморожено и порезано на кусочки. Сейчас нарезаем картофель. Отправляю картофель к мясу и приступаю нарезать морковь. Стараюсь нарезать немного покрупнее. Отправляю морковь к мясу с картофелем. И остается нарезать лук. Лук делю напополам и режу как можно крупнее. Хорошо все перемешать. И можно добавлять специи. Соль, примерно 1 чайная ложечка. Пол чайной ложечки молотой чили перца. Пол чайной ложечки карри. Чайная ложечка смеси зеленых трав. И перец черный молотый. Все хорошо перемешать. Сейчас я в горшочке налью растительное масло. И буду раскладывать получившиеся овощи с мясом по горшочкам. Также я налью в каждый горшочек по 150 миллилитров воды. Накрою крышечками. И уберу в заранее разогретую духовку при 200 градусов на 40 минут. Пока картофель стоит запекается, я приготовлю винегрет. Открыла баночку с огурчиками. Достаю огурцы. Я взяла 9 штучек. Нарезаю их кубиком. Огурцы порезаны. Отправляю их в кастрюлю. Берем небольшую луковицу. Делю на сегменты. И режу как можно мельче. И отправляю лук к огурчикам. Капусту я заранее пошинковала, немного добавила моркови, присолила, размяла руками и дала постоять час. Также капусту отправляем к нашим огурцам и луку. Нарезаем картофель. Отправляем к нашим ингредиентам. И остается порезать свеклу. Свекла немного горячая. Я сейчас ее порежу кубиком и оставлю ее охлаждаться. Сверху кубиком и добавляю кастрюлю. Свекла немного остыла. Я ее отправляю в кастрюлю. Все хорошо перемешиваю. Пробую на соль. Если не хватает соли, я досаливаю. Так как у нас огурцы и капуста соленые. Смотрите, не пересолите. Также я добавила черный молотый перец. Сбрызгиваю все лимоном. И добавляю растительное масло. Все хорошо перемешиваю. И отправляю его настаиваться час-полтора. Как раз к этому времени мы сядем ужинать. Жаркое в горшочках приготовила. Смотрите, какое оно красивое. А как оно пахнет. Сейчас я это все укутаю полотенцем, чтобы оно не остыло. И когда вернусь с ребенком из школы, мы будем ужинать. У меня осталось немного картошки. Я их запекла вот в такой вот приманке. Ужин я приготовила. Теперь я буду помогать супругу поднимать гипсокартон наверх. Для начала мы его заносим в колидор, чтобы нам было удобнее и быстрее лиза-листом поднимать наверх. Я буду подавать снизу, а супруг будет поднимать сверху. Как ранее я уже говорила, мы стараемся все делать сами. То, что мы не умеем, мы спрашиваем, приглашаем. У нас есть знакомый, который хорошо разбирается в стройке. Мы спрашиваем, интересуемся у него. Если у него есть время, он приезжает нам, показывает. Если нет, мы тогда стараемся как-то сами. Ютуб, как говорится, нам в помощь. Смотрим в ютубе и потихонечку все это делаем сами. Также мы наверх поднимали и USB панели, которым мы закрывали потолок. Единственное, что эти легче, потому что они такие гладкие и удобные их брать. А USB, когда поднимала, я подавала наверх. То есть мне приходилось одевать перчатки, потому что они деревянные. И очень много попадалось мелкой, как заноза. И можно было бы повредить руки. Поэтому я была в перчатках. А эти такие гладкие, хорошие. И все это быстро у нас произошло. Подняли мы эти листы минут за 30. Потому что я периодически отдыхала. Они все равно, как-никак, тяжелые. И туда-сюда руки поднимать. Очень хорошая была гимнастика. Остается поднять два листа. И на этом мы закончили подъем гипсокартона. Конечно же, от него осталась грязь. Он немного сыпется. Поэтому сейчас я сразу помою пол, чтобы все было чисто. Все в доме чистота и порядок. Приехала за сыном в школу. Вот такая вот у нас уже темнота. Это их школа, где он учится. Сейчас заберу его. Поедем домой. Будем ужинать. Чуть-чуть отдохнет. Ребенок делает уроки. И спать. Такие сегодня красивые облака у нас. Сейчас дети начнут выбегать. Учимся мы в третью смену, что не очень удобно, конечно. Ребенок возвращается очень поздно домой. Так красиво. Березки такие желтые стоят. Продолжение следует...